в этом видео фокус как сделать вот такие вот красивые мерцающие буквы в деви page builder или такие и вообще любые какие только захотите меня зовут федор васильев и подробности в этом видео итак фокус заключается весь в том что у нас сзади слоем идет видео файл специальный это видео background например с какими-то вспышками эти видео файлы вы легко сможете найти в ютюбе правда скачать их оттуда просто окна не получится нужно специальный плагин стать для браузера но урок не об этом эти мерцающие видео заставки можно также скачать просто где-то с сайта то есть чтобы нам получить какие-то красивые вот такие вот буквы нам нужно конечно подготовиться у меня есть вот такие вот файлы видео файлы смотрите видео файл должен быть в mp4 и маленького размера потому что видео файл мы будем загружать к нам на сайт то есть вот буквально видите я показываю 3 мегабайта видео файл 19 секунд длится то есть можете просто в яндексе написать сказать скачать видеофутажи видеофон вот такого плана и чтобы найти какой-то интересный видеофайл для ваших работ и также нам в видео в этом придется немножко по фотошопить нам нужно подготовить именно буквы через которые у нас будет вот так вот проникать мерцать видеофайл и так давайте немножко по фотошопим я открываю фотошоп здесь на самом деле абсолютно прям несколько секунд подготовиться то есть это несложно недолго я нажимаю файл нажимаю создать здесь вот смотрим сюда нужно нам размер размер я примерно делаю такой смотрите ширина 700 высота 300 здесь по поводу фона можно взять белый фон все равно я буду использовать черный ну то есть можно либо здесь фон сделать либо уже позже и нажимаю создать у нас получается такой прямоугольник дальше я в 10 выбираю черный цвет дальше выбираю заливка инструмент и заливают черным цветом далее нам остается просто что-то написать в моем примере эффект не такой яркий потому что у меня буквы тонкие хотите чтобы эффект был мощнее надо буквы чтобы были больше жирнее крупнее и давайте видео я покажу на примере другого слова например wordpress то есть здесь я выбираю инструмент текст и просто начинаю писать и так я написал wordpress шрифт со шрифтом надо поиграться выбираю выделяю текст и возьму что-нибудь другое где то здесь мне интересный шрифт попался и так вот я выбрал такой шрифт wordpress здесь я немножко убавлю размер и получается вот такой текст я его оцентровываю на самом деле не важен какой цвет буквам потому что мы будем делать сейчас прозрачность для данных букв смотрите вот здесь на слой чтобы текст был выделен до мышкой просто по нему кликайте и вот здесь вот есть такая внизу маленькая пиктограмм к по ней кликаем параметры наложения выбираем чтобы получить вот такое вот окно вот сюда подвину чтобы вы сразу видели что происходит с текстом то есть находясь же вот здесь вот на верхней вкладке вы видите здесь же можно переходить по разным инструментом вот здесь вот я выбираю глубокий и ползунком на ноль вот так вот уводим на ноль но у нас буквы исчезают а по идее должны быть прозрачными это потому что у нас слой закреплен у нас там замочек стоит вот здесь вот в углу смотрите вот здесь вот убираем на ноль нажимаем окей и на слое фон кликаем мышкой по замочку чтобы снять замочек и вот теперь вы видите что получается наши буквы знать такая идет сетка да это говорит о том что у нас буквы прозрачные все у нас здесь photoshop все готово теперь нам нужно это сохранить сначала на компьютер файл экспортировать сохранить для веб здесь обязательно выбираем формат png 24 то есть поддерживающие прозрачный фон у нас прозрачный букву поэтому формат должен быть png ни в коем случае не jpeg не gif и дальше я вот здесь нажимаю на кнопку сохранить как можете придумать какое-то название и выбрать папку на компьютере куда хотите сохранить данный файл так я папку выбрал и нажимаю сохранить все с photoshop мы закончили далее перехожу в админку с сайта захожу в страницу редактирования через деви патч builder здесь я клику по зеленому плюсу ну выбираю одну колонку и мне понадобится плагин обычный плагин изображения я его здесь выбираю клику загрузить с компьютера и выбираю наши с вами изображение который мы только что создали photoshop и и сразу же я загружу видеофайл открыть а выбираю наше изображение и нажимаю вставить далее перейдем в дизайн клику выравнивание сделаю по центру далее опять контент перехожу фон перехожу в иконку видео да сейчас я показываю на примере только mp4 файла но если вы будете это реально использовать где-то на сайте то вам потребуется копия вашего видеофайла видеофрагмента mp4 до формате в м как получить этот формат просто в яндексе где-то напишите в поисковике онлайн конвертер видео и как правило там есть в м то есть это несложно разобраться надо просто получить копию вашего видеофайла формате в м то есть сюда вы загружаете по 4 а сюда в м то есть два одинаковых файла только с разным разрешением этот формат он позволяет корректно отображаться вашим эффектом видеофайлу на всех браузерах то есть об этом вот здесь подсказки прямо и сказано вот здесь видите но пока я тестирую показываю в рамках урока мне этот файл здесь не обязательно поэтому я его не использую и так я кликаю по плюсу вот этот видеофайл который я уже загрузил выбираю его здесь такие мерцающие буковки получается у нас да ну это просто какая-то типа мишура падает сверху вот у нас почти все получилось но надо нам это все доделать вы видите да как прикольно смотрится уже далее опять я перехожу дизайн перехожу размеры максимальная ширина ставлю 700 пикселей то есть тем самым я вот так вот урезаю видеофайл по размеру нашей фотографии возьму возможно здесь не совсем подходит видеофайл так как у нас фон черный и некоторые буквы видите практически не видно я загрузил другой свой видеофайл то есть он уже смотрится поинтереснее да вот так вот нас мерцает буквы далее нам нужно с вами разобраться с адаптивностью то есть если мы сейчас посмотрим размеры вот здесь вот кликнем по иконочке иконочка телефона до перейду планшет здесь у нас уже немножко врезается то есть на планшете я сделал бы например вот такого вот размера дальше я перехожу телефон ну на телефоне в принципе можно тоже немножко подужать чтобы по краям ну вот примерно так это заготовка наша уже адаптивно она смотрится вы сами видите теперь корректно на всех устройствах никуда за края не уходит и нам остается здесь поработать для полного эффекта с нашей секции я перехожу в шестеренки сразу перейду в размеры расстояние точнее а внутренние отступы скажем по 200 пикселей сверху и снизу и перейду фон и закрашу черно все и смотрим прямо на сайте что получилось то есть сохранились вот у нас получается вот такая надпись wordpress и в этом видео я покажу на примере фотографии то есть какая-то фотография просвечивал через буквы потому что там можно использовать параллакс эффект тоже возможно будет интересно вам я перехожу в настройки нашего плагина перехожу в фон здесь я удаляю видеофайл и перехожу на вкладку вот изображение и по плюсу вы можете вставить любое изображение какое-то красивое например я вставлю горы смотрите как получается да буквы вот так вот просвечивают горы но это еще не весь эффект здесь может включить параллакс и получается видите как если человек будет прокручивать сайт он будет видеть что сзади картинка тоже движется такого плана и еще можно сделать например вот этот эффект это у нас картинка будет вообще зафиксировано полностью и вот так вот у нас будут просвечиваться буквы то есть вот такой у нас получился с вами интересный урок надеюсь он вам понравился если вас плагин деви page builder заинтересовал приобрести вы его сможете по ссылке в описании к этому видео покупая деви таким образом вы поддерживаете меня на этом уроке здесь все и увидимся с вами в следующем видео а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok